Племя незнакомое. Доброе утро и рад вас слышать всем радиослушателям. И спасибо за возможность рассказать о наших друзьях-папуасах. Да, да. Вы и наше окно в мир папуасов, поэтому мы вас ценим. И сегодня мы поговорим о важной такой теме, которая некоторые соседние страны ставят в замешательство, особенно мелкие, да, как в папуасских школах, в принципе, учат детей, если в этой стране, не такой большой, кстати, да, территориально, если собрать все это вместе, там ведь 829 языков. Не два, не три, не 15, да, и, ну, даже не 200, а 829 языков разных, да. И как бы ведь надо, с одной стороны, мы понимаем, сохранить, ну, национальный колорит, ну, да, вот какой-то этнический колорит, чтобы этот язык сохранялся, а с другой стороны, людям надо разговаривать на языке, который будет понятен всем. Как они эту проблему решили, Николай Николаевич? Ну, это действительно интересный вопрос, потому что вот мы подняли сегодня вопрос по поводу именно школы, потому что с этого все начинается, конечно же, и образование, и прогресс общества во всех отношениях, конечно, образованные люди могут его продвигать. Но я хотел заметить, что Папула Новая Гвинея и вообще остров Новая Гвинея – это гигантская, фактически, территория в океане, и мы должны понимать, что, в принципе, мы говорим о большой стране, она достаточно далеко от нас, она недалеко от Австралии, но в ней проживает порядка 10 миллионов человек, только в правой части, о которой мы говорим, именно Папула Новая Гвинея, то есть страна большая. Большинство проживает в деревнях, и в этом, кстати говоря, интересный момент, потому что там фактически в некоторых моментах трудно добраться, там нет возможности сесть на машину и доехать по дороге, даже деревенской или какой-либо другой, то есть все происходит только при помощи того, что ребята, дети добираются пешком, никаких велосипедов и других возможностей, чтобы их подкинули для того, чтобы добраться до школы. Но школы есть во всех абсолютно селениях, они объединяют, скажем так, деревни, а наши друзья Папуасы и Папула Новогвинеицы, как будет правильно, если говорить о гражданах страны, они знают четыре языка. Как мы помним, это язык свой и своего племени, обязательно соседнего, английский и токпесин. Токпесин – это межнациональное общение, а английский – это язык образования. Австралийцы им это оставили, поскольку это было под влиянием Австралии до 1976 года, потом они обрели независимость. О чем, кстати говоря, в Организации Объединенных Наций Советский Союз выступал. И вы знаете, как интересно ответили австралийцы, почему они не дают независимость. Интересный такой момент. Они сказали, что мы готовы дать независимость, если кто-либо из ваших представителей сможет пройти остров с севера на юг или с востока на запад, и не будучи съеденным. И таким образом они пугали, скажем так говоря, об опасности этого острова. Нету там такого каннибализма, о котором разжигался и рассказывался, хотя в традициях это было. И сейчас, конечно, это абсолютно христианское государство. В сентябре приедет представитель Папа Римский аж в Папу-Ново-Гвинею, и премьер-министр об этом говорит. И почему мы сейчас об этом говорим? Потому что именно система школы, она очень похожа на европейский англосаксонский тип, включающий в себя 12 классов образования. А вот в Папу-Ново-Гвинею включили еще и один класс, первый, это с пяти лет. То есть это 13 класс, можно сказать, как детский сад, где они обучаются английскому языку. Потому что к попаданию в школе они, откровенно сказать, не всегда готовы с языком. Потому что учителя сталкиваются с трудностями, приходят к ним ребята, которые не понимают английский. И, конечно же, из-за этого возникает сложность. Я вам хочу сказать, действительно, с языками, вот то, что они сохранили 829 языков, сейчас это точная информация. По итогу организация объединенных наций работает, проводит исследования ЮНЕСКО. Соответственно, специалисты посчитали, что осталось 829. Было 867 еще порядка 30 лет назад. В начале, в конце века было, считали, сколько их. И, соответственно, теряют в любом случае. Но уникально, что все равно вот эта многоязычность сохраняется, а, соответственно, сохранение вот этих своих культур. Чтобы мы понимали, язык распространяется иногда всего лишь на несколько тысяч человек. То есть это не язык, на котором говорят миллионы или же десятки тысяч. Иногда просто на несколько тысяч человек. Вот, в частности, на нашем любимом берегу Маклая, на северо-востоке, там на бунгуанском говорят порядка не более 10 тысяч человек. А так, фактически, деревень, которые входят в эту, скажем так, группу бунгуанского языка, их 4, их порядка 6 тысяч человек вообще, в принципе. То есть другие знают просто потому, что они соседи. Николай Николаевич, позвольте такой вопрос. Слушайте, а вот эти соседние племена-то, они, грубо говоря, разговаривают на диалектах, ну, из серии там «что?», «шо?», вот, как бы, или коренным образом отличаются речи, и они вообще друг друга, если не знать языка, именно, так сказать, намеренно не учить его, то они, в принципе, действительно друг друга и вообще не понимают ничего. Ну, отличный вопрос, потому что, действительно, даже когда мы говорим о том, что разные языки, о том, что вот трудность есть в общении, даже межплеменная коммуникация, всегда думают, нет, ну, все-таки, наверное, это какие-то возможности, есть возможность понять. Нет, нет возможности. Я должен вам сказать интересную ситуацию. Мы вот в том году проводили собрание среди деревень, которые, в принципе, находятся в одном регионе, достаточно близко. Они друг друга знают, общаются друг с другом между собой на токписин. И вот мы на одном из собраний обязаны, конечно, высказать свое мнение о том, о сём, скажем так, представить себя. И сижу я на этом собрании, а рядом со мной учитель школы, точнее, директор школы. Я говорю, слушай, я не понимаю, ты можешь мне перевести? Он говорит, ты знаешь, я тоже не понимаю. Я говорю, ну, как ты сидишь? У нас бывает такое иногда. Каждый начнёт во своём языке говорить. Мы, в принципе, понимаем, о чём речь. Но не очень. И поэтому такие сложности перевода, скажем так, взаимопонимания есть. Это действительно абсолютно разные языки. Может быть, благодаря, точнее, не может быть, это способствует именно сохранению именно традиции своего клана, как мы понимаем. Ну, в какой-то мере это было и у нас на Руси достаточно давно. Хотя у нас не было такого язычия, да, и много язычия. Хотя вы знаете, интересный факт, что в России, вот, например, для сохранения языков 22 языка официальных. Вы знали об этом, что 22 языка официально зафиксированы как те языки, на которых преподаются в нашей многонациональной стране? 22? Представляете? Мы-то думаем, что у нас... А, нет. Вот так вот. Один из способов сохранения тех языков, которые, ну, считаются малых народов, те, которые коренные. Вот. Но о Папуново-Гвинеи. Так вот, именно эта вот система образования, она ведется на английском языке. При этом они не забывают свой язык. Что я вам должен сказать? Учатся же они 13 лет, фактически. Ну, 12 лет они учатся, а первый класс – это начальный для образования. И это происходит очень интересно, потому что некоторые ребята добираются буквально по 10-12 километров до школы. Ежедневно. Вы представляете? Я думал, что, ну, это, наверное, расстояние все-таки. Пешком ты там пройдешь, еще тем более по лесу. И как же так? Это неудобно. Нет. 10-12 километров – это вообще не проблема. А вот когда больше, они остаются у нас недалеко от школы жить. Мы организуем небольшую хижину, и кто-то из взрослых присматривает, они там учатся, как вот в таком вот интернате. Ну, они очень жадные до общения, до обучения, до общения. И вы знаете, в связи с тем, что несмотря на то, что интернет-то есть, мы как-то говорили с вами об этом, но нету достаточно много компьютеров, очень интересно наблюдать за той ситуацией, когда дети открывают книжки, вот книжку сидят вокруг, нескольких человек перечитывают, смотрят. Как вы знаете, вокруг какого-то гаджета у нас на современном этапе, знаете, да, когда игру какой-то ребенок увидел, все сразу же прибежали смотреть, что-то новое показывать. Так вот там вот насчет книжки. Я вот, знаете, думаю, вот, наверное, все-таки, когда ты читаешь, ты же развиваешься немножечко по-другому, в другом направлении. Надо будет посмотреть, к чему приведет, извините, та система, что они немножечко с отставанием, да, небольшим. В школах все, все знания получают только при помощи книг, а не при помощи аудио- или видеофайлов. Поэтому посмотрим, кто кого через некоторое время обгонит. Вы знаете, кто стал последним, может быть, через некоторое время будет первым, и мы у них будем потом учиться, как читать книги. Николай Николаевич, а вот вопрос, ну, да-да-да, но мы видим, к чему это приводит, мы видим, к чему, например, на языковом уровне обучение и общение через смартфоны приводит к тому, что люди, молодые люди, они не чувствуют нюансов языка, они не понимают, что такое ирония у них, либо серьезно, либо сарказм, и вообще, в принципе, они производят впечатление таких очень замкнутых каких-то людей, которые постоянно готовят и готовы обидеться, вот у меня такое ощущение складывается, да, они постоянно ищут какого-то подвоха, что вот сейчас будет подвох, и вот они такие напряженные очень, нет такой открытости какой-то, или расслаблено, ну, хотя бы такого, ну, расслабленности такой в настроении, да, что-то такое ждет, как подставу какую-нибудь будет. Николай Николаевич, хотел вот о чем спросить, при том, что 829 языков, да, это разные племена, а как решается вопрос, ну, немножко перескочим, да, с темы, может быть, школы, потому что из школы вырастают и люди, и взрослые, политики в том числе, а есть проблема с тем, что какое-то многочисленное, например, племя относительно, оно, так сказать, вот доминирует в плане политического господства в стране, и кто-то чувствует себя несколько в этом смысле ущемленным, как это, ну, так сказать, в европейской культуре происходит, да, в нашей понятной нам, да, то есть, вот есть какая-то история, да, кто, потому что племенная система нам азиатская, ну, так более, или там африканская, понятно, да, что есть различия серьезные, а тут 829, да, разных народов, вот, а как они выстраивают, действительно, управление этой единой страной, да, Попо-Новой Гвинеи, если такое разнообразие именно наций, условно говоря, или там племен? Вы знаете, вот вы и сказали, разных народов, это они считают себя одним народом, это один народ, имеющий много языков, я хотел обратить внимание, что мы один народ в России, но мы говорим на литературном языке, очень часто отвергаем, например, те некоторые акценты, или же неправильные, как нам кажется, ударения, да, приводя к определенному стандарту, это и минусы плюсы, я, кстати говоря, у наших Попо-Ново-Гвинеевских друзей научился тому, что вы знаете, но ведь не литературно и некрасиво сказать слово «вложить», правда? Ну, совсем никак, меня с детства учили, это вообще нельзя, еще если скажешь «вложить в заддак», это вообще ужас, но есть люди, которые в России говорят на, таким образом, это часть, может быть, того региона, где это нормально используется, но для литературы, для литературного языка, для книг это, конечно, неприемлемо, потому что существуют определенные, ну, хотя бы какие-то стандарты, да, вот там, в этом плане, плюс заключается в том, что они сохраняют свою идентичность, потому что они не переводят все в какой-то единый папуасский язык, как мы, да, в русский, да, а у них есть английский язык для того, чтобы выражать, а вот свой язык у них полностью как бы сохраняется, они его не сильно трансформируют, хотя в него, конечно, включаются и английские слова тоже. Так вот, если говорить о, вот видите, как с возрастом забываю вопрос, почему мы начали это с вами? Подскажите. Говорили о политическом устройстве, то есть, есть ли доминация носителей какой-то диалектуры? Доминации в этой связи нет. Дело в том, что они себя ощущают действительно одной нацией, одной страной, и доминации нет. А насчет языков абсолютно нормальное культурное многообразие это норма для этой страны. Но объединить эту страну было достаточно сложно. И для получения независимости необходим был лидер. Ну, точнее, не независимость, а чтобы государственность какая-то возникла. И вот здесь вот Майкл Самара, это тот лидер, который стал основателем, скажем, государства, ну, первым премьер-министром, которого уважали как отца нации. Сейчас он два года назад, к сожалению, покинул в большом возрасте в связи с болезнью этот мир. Однако, он был радиоведущим. И вот смотрите, радио, которое слушали все папку новогвинейцы, оно объединяло. Оно позволило начать понимать, что у них есть единый лидер. И вот таким образом человек, который боролся за интересы папу новогвинейцев, понимал их, пускай они существуют, но он был их, не австралиец, не белый, стал действительно лидером, и это объединило всю нацию. Николай Николаевич, а на каком языке-то он разговаривал со всем народом-то? Ток-песин. Ток-песин. Это язык Ток-песин, на котором говорят и который понимают, он достаточно хорошо вошел в обиход после, в период колониального режима. Это начало того века и фактически до 70-х, до 80-х годов он всегда использовался, сейчас он также используется, продолжая, по нему есть книги и, соответственно, этот язык, который является письменным, в отличие от некоторых языков иных народов. Вот, поэтому на нем образование. Да, понимаю, а с точки зрения языкового устройства, есть такое понятие, как, например, величина словарного запаса, то есть, вот сколько слов в языке, насколько вот эти языки, да, они бедны или, наоборот, богаче известных нам? Вы присматривались с этой точки зрения вот к этим языкам попуасским? Вы знаете, это не область моих научных интересов, однако это интереснейшее, я просто не занимался исследованием, скажем так, этого вопроса, однако, я вам должен сказать, как в любом языке существуют и плюсы, которые раскрашивают его некоторыми интересными словами есть и некоторые удивительные нюансы, например, нету в бенгуанском языке слова страна, вот, например, Маклай, когда прибыл, тогда считают, что он прибыл из деревни Маклай, аль Маклай, потому что говорить о том, что есть страна, было непонятно, да, потому что вот она просто нигде не использовалась и не было такого, чтобы можно было использовать, также нет, например, подозреваю, Николай Николаевич, подозреваю, что и слова планета нет в языке, если брать шире, но зато у нас слово топор, который именно первый металлический предмет, пришедший благодаря Николаю 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 Маклай в 1871 году, он именно русский, то есть, если вы придете и скажете, нет ли у вас топора, вот, то обязательно вам дадут и поймут, что это такое, А как, ну, отдельно стоит, может быть, потом поговорить о каких-то любопытных нюансах, да, которые этот язык, эти языки отличают, да, именно, может быть, по количеству синонимов каких-то, да, потому что всегда, когда люди ведут определенный образ жизни, определенную ведут деятельность, у них возникает много синонимов, как в английском, например, все, что касается бизнеса, да, один из самых богатейших, потому что они все бизнесмены, все торговцы и, соответственно, очень много терминов разнообразных на эту тему, но это может быть в следующий как-нибудь раз Николай Николаевич Миклуха-Маклай, в том числе и основатель и директор фонда имени Миклуха-Маклая в очередной раз передали привет нашим папуасским братьям.